Матч ульяновской «Волги» против футбольного клуба «Тюмень» можно было смело назвать игрой за 6 очков. Ульяновская команда поднялась на вершину турнирной таблицы, в то время как тюменцы, окрыленные победой над Челябинском, устремились в погоню за лидером. Открытого из-за лихватского футбола в первые 30 минут матча не получилось. Обе команды играли с оглядкой на свои ворота, а к атакующим действиям подключался ограниченный контингент участников. Первый тайм оказался нерезультативным. На перерыв команды расходились с нолями на табло. «Тюмень всегда была лидером, и она всегда остается. Но после неудачной игры в Ульяновске, скажем так, мы немного перестроились. Хорошо сыграли в обороне сегодня, надежно. И переходы неплохие были в атаку». Второй тайм и полное превосходство ульяновской команды. Доминирование желто-черных вылилось в забитый на 60-й минуте мяч. Никита Муромский мощным ударом из-за пределов штрафной площади отправил футбольный снаряд мимо голкипера в сетку ворот. На 74-й минуте Ренат Аитов произвел двойную замену. На поле появились Георгий Уридия и Руслан Махмутов, которые и сотворили второй гол в ворота Тюмени. Хозяев такой расклад не устроил. И спустя всего две минуты лучший голеодор тюменцев Данил Карпов сложнейшим ударом сократил разрыв счета до минимума. «Вроде бы забили, что-то вдохновились. Ну, наверное, возможно, я неправильно, может, на эмоциях какие-то замены сделал или еще что-то. Но сейчас задним умом трудно сказать. Надо проанализировать, посмотреть матч». Точку в матче уже в добавленное время умопомрачительным ударом поставил Алексей Каштанов. Победа в Тюмени со счетом 3-1 позволила волжанам закрепиться на вершине турнирной таблицы. Следующий матч подопечные Рената Аитова проведут дома. 17 октября «Желто-Черные» сыграют против новичка четвертой группы Туймазинского «Спартака». В этом сезоне команды встречались только в Кубке России. Волжане тогда сумели одолеть соперника только в серии пенальти. Продолжение следует...